Впервые целый день пятого фестиваля Русского географического общества, который проходил в Московском парке Зарязи, был отдан Ульяновской области. В многочасовой музыкальной программе ульяновских коллективов выступил знаменитый детский хор Александра Додосова. Более 10 лет уже мы участвуем в концертах Русского географического общества, которое проводит ульяновское отделение. Ульяновский. И вот они решили нас пригласить и сюда, на этот грандиозный фестиваль, на котором нашей ульяновской области отведен целый день. Что вообще само по себе необычно, потому что я знаю, что вчера города менялись, позавчера тоже города менялись. А сегодня один город Ульяновск, одно отделение ульяновской области представляет всю область здесь для Москвы. Это очень здорово. Юные певцы были очень довольны, что их позвали выступать в Москве. Это очень почетно и ответственно. Ребята не подвели и представили ульяновскую область достойным. В Москве мне очень понравилось. Особенно понравилось, как мы выступаем. Потому что зал аплодирует и приносит очень... ну, мотивацию дает. А ездим мы практически везде. Вот только первый раз приехали выступить в Москве. Мне сам концерт нравится. То, что в Москве, в самом центре, то, что открывается прекрасный вид, все поют, все какие-то интересные номера показывают. Это все очень интересно. Интересно посмотреть, что приготовили другие школы, другие участники. Гостей фестиваля очаровал высокий статный Петр I, которого исполнял артист небольшого театра Азат Ахтямов. Не менее привлекательным в роли Меньшикова был актер Артемий Курчатов. От желающих сфотографироваться с ними не было отбоя. Эти два знаменитых исторических персонажа являются героями интерактивного театрального проекта «Детям о Петре Великом», созданного ульяновским тюзом к 350-летию со дня рождения первого российского императора. Театр представил спектакль на площадке фестиваля. Участники «Дети от 6 до 10 лет» были облачены в элементы гвардейских мундиров, Петровских потешных полков, Семеновского и Преображенского. Они соревновались в вязании морских узлов, строительстве кораблей, возведении исторических зданий Санкт-Петербурга. На лицах ребят был полнейший восторг. Большим интересом пользовались мастер-классы ульяновских музейщиков, Музей заповедника Родина Ленина и Ульяновского областного краеведческого музея, которые собирали участников с разных концов страны. Я даже сначала не поняла, что это не картинка, а настоящая перышко лежит. И когда хотя бы чуть-чуть получается приблизиться к тому, что по природным краскам, то это просто восторг полный. Спасибо большое. В этом году фестивальные мероприятия будут длиться 11 дней. Они стартовали 18 августа в День географа. Посетители только успевают удивляться. Гости могут совершить виртуальное путешествие по Плату-Путорана, восторгаться ландшафтами бухты Кольского полуострова, с высоты птичьего полета полюбоваться крымской Ай-Петри. А в Ульяновском павильоне заглянуть в паст мезозавра и рассокопать в интерактивной песочнице скелет ихтиозавра. Об этом была и лекция «Геологическое наследие геопарка Ундория» директора Ундоровского палеонтологического музея Ильи Стеньшина. Кто проходит к нам на стенд, задают совершенно первый вопрос, а что это у нас когда-то жило, а почему именно Ульяновская область. И приходится объяснять, что да, они жили-то везде, эти динозавры. Но вот геологическая летопись – это определенные пласты пород, которые где-то очень глубоко, где-то они оказались уже давно на поверхности и были разрушены. А вот Ульяновск обладает такой особенностью, что к северу от города вот вся береговая полоса – это как музей под открытым небом. Любопытной оказалась лекция «Бутурлин и легенда о розовой чайке» кандидата биологических наук, сотрудника Ульяновского областного краеведческого музея Дарьи Фоминой. И вот Джеймс Рос забыл несколько этих экземпляров чая. Но стало понятно, что как бы чайка есть. Хорошо, чайка есть. Где она гнездится? То есть у вас есть птица, где-то она должна выводить свое потомство, где-то она должна гнездиться, где-то она должна хорниться. И вот благодаря тому, что Сергей Александрович Бутурлин исследовал вот эти вот районы Колымского края, стало понятно, что гнездится – это очень редкая птица именно в районах Яно-Индегирской и Колымской низменности. Специальным гостем мероприятия стала внучка ученого Ирина Бутурлина. Она выступила с презентацией своей новой книги. Интервью с Ириной Александровной смотрите в нашем следующем сюжете. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.